Смоленская АЭС Рабочая поездка губернатора Смоленской области в Десногорск Юные дизайнеры из Десногорска победили в международном конкурсе. На Смоленской АЭС в работе второй и третий энерговлоки. Общая мощность составляет 1998 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. С 5 июля энерговлок номер один находится в плановом среднем ремонте. Выработка электроэнергии Смоленской АЭС за 13 дней июля составила более 624 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 21 миллион. С начала года выработано более 11,1 миллиардов киловатт-часов. Сверх плана – 224 миллиона киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Смоленская АЭС в 2019 году сэкономила порядка 10 миллионов рублей за счет энергосберегающих мероприятий. Смоленская АЭС одновременно ведет системную работу в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, за счет чего в 2019 году удалось сэкономить порядка 10 миллионов рублей, а за первый квартал 2020 года – почти 2 миллиона рублей. Программа энергосбережения направлена на снижение сдержек производства и себестоимости продукции, максимальную экономию и учет всех энергоресурсов, модернизацию оборудования, замену на современное и энергоэффективное. В работу по управлению энергоэффективностью вовлечены 12 подразделений под руководством заместителя главного инженера Олега Кужаниязова. Среди значимых мероприятий по снижению потребления электроэнергии на собственные нужды – комплексная реконструкция системы освещения, установка светодиодных светильников с функцией удаленной диспетчеризации. Общий объем светильников на объектах Смоленской АЭС – более 62 тысяч единиц. На сегодняшний день заменили 52% от общего объема. Замена светильников на новые светодиодные приносит существенный эффект. Например, после замены светильников в машинном зале снизилось энергопотребление в два раза, снизились трудозатраты на обслуживание ламп и их замену, уровень освещенности повысился. 10 июля Десногорск посетил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Руководителем региона была проведена инспекция ремонтных работ в муниципалитете, который проводится на средства из областного бюджета. Программа рабочей поездки губернатора началась с посещения детского сада «Ласточка», на ремонт которого в нынешнем году и средств регионального бюджета выделено более 14 миллионов рублей. Ожидается, что работы будут завершены в конце августа. В этом году в рамках договоренности с Росатомом по моему поручению были выделены значительные средства на ремонт сети дошкольных учреждений. Я бы хотел послушать вас, послушать руководителя учреждения, как ведется работа. В детском саду уже заменены двери, выполнен ремонт кровли и завершаются работы по ее монтажу. Параллельно производится замена окон, ремонт крыльца, а также устройство вентилируемого фасада. Руководитель детского сада попросила губернатора также оказать содействие и с асфальтовым покрытием. Давайте таким образом сделаем элемент служебной записки. Я дам поручение на 2021 год запланировать работы по приведению асфальта в должное состояние. Далее глава региона побывал в детском саду «Дюймовочка». В нынешнем году здесь также проводятся работы по ремонту фасада и обновлению кровли здания. Ремонтные работы начались 20 мая и на данный момент ведутся в соответствии с установленным графиком. «Контролируем график проведения работ, сроки проведения работ. Заканчиваются должны работы 15 августа. Я думаю, должны успеть». «Раиса Павловна, очень важно, чтобы сроки реализации данного контракта были соблюдены, потому что через две недели после завершения сроков выполнения работ уже детишки должны сюда прийти и получать услуги». На ремонт обоих учреждений в общей сложности направлено около 29 миллионов рублей. Сумма выделена из областного бюджета благодаря договоренностям главы региона и госкорпорации «Росатом». Ход работ на контроле администрации Десногорска. «Вы молодец, что контролируете. Хорошо, что подчинённые регулярно бывают. Также продолжайте, чтобы все работы были завершены в срок, и дети 1 сентября вошли в свежеотремонтированное, подготовленное в приёмы детей. В продолжении визита губернатор проинспектировал состояние участка автомобильной дороги Николаевская-Савеева-Присмара, где за счёт средств Дорожного фонда Смоленской области запланировано проведение ремонта дорожного полотна». «Коллеги, на основании многочисленных обращений ко мне жителей Десногорска мной были даны поручения о выделении из денежного фонда Смоленской области порядка 25 миллионов рублей на ремонт дорожного полотна вот этой улицы». Асфальтобетонное покрытие появится на двухкилометровом участке автодороги, которое пользуется большим спросом у десногорцев, особенно в тёплое время года. На данный момент разработана проектно-сметная документация. «Соответственно, планы работ на этот год приступят к работам в сентябре месяце. В этом году это поручение будет выполнено. Дорога будет в асфальтобетонном покрытии». В окончании рабочей поездки губернатор анонсировал проведение встречи с десногорцами. Из-за эпидемиологической обстановки она должна пройти в онлайн-режиме. Подробности предстоящего мероприятия будут известны позже. Подведены итоги конкурса «Атом Кутюр», учрежденного фондом АТРАЭС при поддержке Агентства стратегических инициатив при президенте Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и ведущих дизайнерских компаний. Свои творческие проекты на форум представили 10 учащихся из Десногорска. Школьники разрабатывали эскизы коллекции рабочей, деловой, светской, молодежной одежды в пяти основных номинациях и 12 от экспертов фэшн-индустрии. Порядка 900 работ оценивали известные модельеры, дизайнеры и стилисты. Параллельно шло «Народное голосование», где лучшие работы определялись количеством голосов в сети ВКонтакте. В числе победителей учащиеся Десногорской детской художественной школы. В номинации «Рабочий атом» Вероника Стальмахович. Также она стала лучшей сразу в трех номинациях «Народного голосования», набрав наибольшее число голосов. В номинации «Наш ответ взрослым» победила Ангелина Саутенкова, представившая варианты детской и молодежной одежды. По итогам «Народного голосования» в номинации «Логана Атом» предпочтение было отдано логотипу, придуманному Анастасией Виноградовой, а в номинации «Атомная кукла» – Варваре Бараковой. В конце октября 2020 года запланирована финальная поездка победителей на московскую сессию, где они пообщаются с российскими мэтрами в области дизайна костюма и аксессуаров, примут участие в неделе моды с показом своих творческих работ. По всей России стартовал конкурс «Атомрядом», организованный Фондом развития регионов Содружества при поддержке госкорпорации «Росатом». К участию приглашаются те, кому уже исполнилось 18 лет. Проект призван выявить и объединить самых активных жителей страны, которые увлечены атомной промышленностью, погружены в ее проблематику и хотят быть причастными к ее развитию. Нужно снять видео на тему мирного атома в творческой форме, продемонстрировать свои познания в области атомных технологий, окружающих нас в жизни. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте atomрядом.ру. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями и жизнью станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова